Дорогие мои, всем большой привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня 25 апреля, вторник, и я к вам сразу с новостями. Во-первых, посмотрите, я с прямыми волосами. Я теперь их очень редко ношу с появлением в Дайсона. У нас в Питере 20 градусов, два дня подряд очень тепло, но на майских как раз погодка будет наоборот холодная, дожди обещают. Но сегодня не об этом. У нас сегодня очень интересный будет вечер. Я сейчас буду выезжать в сторону своей стоматологической клиники. Мы будем, как обычно, проводить процедуры, которые мы делаем каждый месяц, менять мне дугу. Возможно, мне уже доклеят нижние брекеты. После этого мы с Сашей встретимся, сходим поужинать в одно прикольное место. Называется оно ОСУ. Это лапшичная такая модная. По-моему, она из Москвы к нам добралась. И после этого мы поедем в одно интересное место. У нас важное дело. Сейчас я вам расскажу, какое. Я стою на своём балконе. Возможно, вы заметили краем глаза. Но, в общем, показываю. Теперь у нас тут гораздо больше вообще свободного места. Всё стало гораздо просторнее. Всё потому, что мы продали моё пианино. Это была моя идея, потому что я на нём не играю. И оно просто стояло, пылилось. Если вы подписаны на меня в Телеграм-канале, вы, скорее всего, видели, что я его и туда выкладывала. В общем, его на выходных у нас забрали, купили. И по этому случаю мы сегодня поедем покупать мне новую камеру, на которую я буду снимать все свои влоги. Конечно, сейчас у меня на канале очень хорошее качество видео, потому что я снимаю на большую камеру. Вам её сейчас покажу. Вот так вот она выглядит. Это очень крутая профессиональная камера, но она мне не принадлежит. Я на неё снимаю только видео дома, всякие анпакинги, другие красивые видео, потому что она очень большая. Она очень много весит, и с ней, естественно, неудобно снимать влоги, хотя иногда Саша это делает. В общем, такие вот дела. И мы решили купить мне новую камеру. Точнее, не новую, а просто камеру, потому что до этого у меня как бы её не было никогда. Всё, я снимаю на телефон, все влоги, все шопинг-влоги. И мы давно думали над тем, что мне уже нужна камера, что уже хватит снимать на телефон. Но, конечно, камера стоит денег, не маленьких, вот. И, собственно, мы продали пианино, и на эти денежки поедем покупать камеру. Камеру я выбрала Sony вместе с Сашей, даже скорее он выбирал, а я просто согласилась, потому что он в технике, естественно, больше разбирается. Так что в скором времени вас ждут ультракачественные влоги. Вы знаете, как будто уже пора что-то менять, должен уже случиться какой-то новый этап в моём блогинге, потому что такие этапы должны происходить постоянно, на мой взгляд, чтобы дело развивалось. Причём любой, не обязательно блогинг, чтобы рос канал. Однажды у меня вот так появился новый iPhone. Когда-то я снимала просто на iPhone 8 Plus, но это было очень давно. Наверное, таких видео уже нет на канале, они скрыты. Затем у меня появилась камера, точнее, возможность снимать на камеру. Повторюсь, она не моя, она супердорогая. Потом у меня появился MacBook. Я смогла монтировать в больших количествах, в большем объёме, выпускать больше видео на канал. И теперь у меня появится новая камера, и я смогу вас радовать просто потрясной картинкой постоянно. Также хотела с вами немного поговорить вообще про канал. У меня в последнее время последние пять видео просто не набирают просмотра. Они упали в два раза. То есть у меня было раньше 9, 10 тысяч, 11 тысяч. Сейчас последние пять видео набирают четыре с половиной. Даже пяти не набирают. Я жутко расстроена, я хожу последние несколько недель, потому что у меня просто не укладывается в голове, как это возможно, почему так происходит. Я веню себя в этом. Ну, в общем, мне очень обидно, что так происходит. Я надеюсь, что в ближайшее какое-то время эта ситуация изменится, наладится, и будет не то, чтобы как раньше хотя бы, а ещё лучше, чем было раньше. Потому что до этого у меня всегда был органичный рост, и каждое новое видео набирало так же или чуть больше, и рост как бы шёл. А сейчас у меня просто всё упало. Но Саша меня успокаивает, что это просто очередной какой-то этап, который нужно пройти, который нужно перебороть. Вот поэтому, если вам хочется меня поддержать, то, пожалуйста, сделайте это, поставьте лайки в предыдущем видео или просто их посмотрите, если вы ещё этого не сделали. Мне будет очень приятно. Я вышла, мне столько наклеили всего. Во-первых, нижние брекеты у меня появились, а во-вторых, куча резинок на этой стороне, на этой стороне, они такие все незаметные, но действенные. Хочу зайти в Зое за булочкой, но до закрытия 5 минут, я не знаю, я успею или нет, но я тороплюсь. Тут идти на самом деле 250 метров, но 5 минут, они могут закрыться раньше. Я просто хочу вот что вам сказать. У меня сейчас эти дни, и я в эти дни всегда стараюсь себя радовать вкусняшками, булочками, какими-то, в общем, сладеньким, чтобы жизнь не была очень грустной в этот период. Вот, очень хотелось из Зои вкусняшку взять. Бежим с вами, надеюсь, успею. Покажу вам лук. Я сегодня в новых вэнсах своих, и вы знаете, я много читала, что они очень удобные, что они легкие. У них никогда не было, у меня были конверсы, и вы знаете, да, они действительно гораздо удобнее и легче конверсов. Конверсы такие дубовые, у них резиновая подошва, тяжелая, неудобная. Эти совсем по-другому ощущаются. Мы успели, я взяла вот такой вот шоколадный кроссан, последний. Завтра буду на завтрак его есть. Ребята, я считаю, это супер удача. Я ни разу не пробовала там кроссан, и очень хотела, но не шоколадный, но пусть будет шоколадный. Вкусняшку я себе купила на завтрак, подбодрить себя. Кстати, после брекетов я тоже очень люблю покупать себе выпечку, всякие булочки. Во-первых, так завтракать гораздо проще, не надо ничего жевать. Ну и, в принципе, приятно себя побаловать. Так что иду навстречу Саше. Мы уже на этой лапшичной. Здесь очень громко. Я просто хотела вам рассказать, что я сегодня второй раз в жизни пробую комбучу. Первый раз я пробовала из Кусвела, мне очень не понравилось, и я на этом закончила эксперименты. И сейчас я заказала комбучу, и мне она прям понравилась. Ребята, по традиции отзыв. Эту лапшичную вообще я много у кого видела, а я очки свои забрала. А много у кого видела её в рекомендациях, прям очень у многих людей. Честно говоря, мы не поняли ажиотажа, у нас не было восторга. Не знаю, как это будет звучать. Это не приукрашивание, но Саша реально дома готовит вкуснее. Вот такую лапшу, рис с креветками и с прочим. То есть это всё было достаточно так вкусно, но ничего особенного вообще. Типа 6 из 10, да? Я не в восторге, Саша тоже. Лучше сходить в Еза и Закая на Большой Конюшиной или в Тагерлили на гостинке. Там будет гораздо вкуснее за те же деньги. И купили мы камеру, ребята, потому что магазин работает до 8. Сейчас 8.40, и мы об этом даже не подумали. Пришли к нему, а он закрыт. Так что, видимо, будем покупать завтра, я не знаю. В общем, распаковки сейчас не будет, друзья. Так что едем домой и встретимся с вами уже в другой день. Ребята, всем большой привет. Быстрое включение из машины. Сегодня 1 мая, у нас 10 градусов, поэтому я, собственно, в свитере. Я опаздываю на встречу, потому что простояла в пробке на перекопанном дороге. В общем, неважно. Я приехала на Петроградскую позавтракать с одной прекрасной девочкой. В саду мы недавно познакомились. Она тоже блогер. Вот. И после этого мы пойдем вместе погуляем по магазинам. И меня еще позвали мини-шоп на открытие. В Питере у них открывается первый офлайн-магазин. И, в общем, мы еще туда заглянем. Короче, день сегодня будет насыщенный. Я все вот так оттороторила, потому что пора бежать. Все, пошли. Субтитры подогнал «Симон»! Хочешь, расскажи про свой лук? Ну, мне тут ничего интересного. Этажное пальто. Ничего интересного. Сапоги-то мут. Жагет под пальто тоже тумут. Брюки Палитра Лап. Сумочка от китайского премиального бренда, название которого я не принесу. Вот. На самом деле в Питере капец как холодно. 10 градусов, я не знаю, в чем это хвари делась. Очень холодно. Просто человек в пальто, а я в кожаном пиджаке. Рассказываю про свой лук. Пиджак All We Need. Свитер Other Stories. Сумочка Mango. Прюки Studio 29. И венцы. Идеальный лук. Посмотрите на эту сумочку просто. Питер Иванович. 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 я видела на сайте, у них еще хуша как-то к этому платью, очень красиво, у них все в такой же форме платье, в разных вообще цветах, есть белое с триноцветными цветочками, только мне больше нравится здесь все такое цветное, а, да, точно, вот это, кстати, симпатичнее мы вовсю гуляем, пришли в ту муд, я хочу здесь присмотреть себе пиджак черный, мне понравились на сайте, потому что я такое уже мерила на ламозе, и мне понравилось качество, но я не успела купить, и они везде распроданы, поэтому я хочу посмотреть какой-нибудь другой вот, и также здесь есть платье, которое мне безумно понравилось на сайте, оно выглядит вот так, я как-то в обзоре его показывала, но оно было длинным, я прям балдею от него, но у нас уже не осталось времени на примерку, это вот очень красиво берю жакет кстати, очень классно на меня сел, это размер S стоит 15 тысяч рублей, мы сейчас идем еще в мини-шоп, там тоже будут жакеты, этот мне прям понравился остановок сегодня у нас много, забежали в верные, просто в уборную, потому что предстоит мероприятие конечно, гулять по весеннему Петербургу, то есть удовольствие, метит постоянно пыль в лицо, вся кожа в каких-то пылинках черных, ужасно вообще ощущается неприятно, вот, нужно привести себя в порядок, очень мне нравится мой сегодняшний лук КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои, продолжаю влог. Сегодня бы я хотела вам рассказать про свои пустые баночки, наконец-то. Мой муж будет этому крайне рад, потому что вот этот огромный пакет, заполненный просто миллионом разных банок, наконец-то пойдет в помойку, потому что здесь они все пустые. Про них про все я хочу вам рассказать, поделиться своим опытом использования. И они ждали своего часа очень долго, и я решила включить эту часть в обычное видео, потому что, буду честной, отдельные видео про пустые баночки не все смотрят, поэтому я решила их добавить в сегодняшний влог. Также хочу вам рассказать, что было в пакетике, который мне подарили на открытии магазина Минишоп в Петербурге, на котором я была недавно и который вы видели чуть ранее в этом влоге. Я ушла с покупкой, но, наверное, покупочку покажу вам чуть позднее, хочу снять вообще видео покупки Майя и включить туда абсолютно все свои покупки и бьюти, и одежда. Я даже специально не накрасила губы, потому что здесь кое-что интересное, и я хочу этим как раз дополнить сегодняшний образ. Вообще, открытие мне очень понравилось, у меня там красивые цветочки стоят на фоне, дарили их всем при покупке, были очень вкусные макаруны, просто нереальные. Дарили подарочки. Вот, собственно, давайте вам расскажу, что было внутри. Небольшая открыточка от бренда Шик, вот такая вот. И помимо этого их легендарная, ну не легендарная, просто популярная тушь Шик, которая, кстати, у меня есть, которой я периодически пользуюсь. Даже не знаю, может быть, подарю кому-нибудь или оставлю себе, просто у меня сейчас три разных туши. Как-то мне четвертая тушь пока не нужна, поэтому не знаю, оставлю себе или подарю кому-нибудь. И также в пакете лежал еще вот такой вот продукт в такой коробочке. Это блеск для губ, такого вот кораллово-персикового оттенка. И очень приятно, что я в тот день как раз была в блеске для губ Шик в другом оттенке, вот у меня теперь есть новый. И мне безумно интересно посмотреть, что это за оттенок, я его еще не открывала, вот, и хочется накраситься прямо сейчас. Как раз у меня такой розово-персиковый макияж сегодня. Покажу вам еще упаковочку. Очень приятно, на самом деле. Я впервые на таком открытии была, когда что-то прям дарили. В принципе, на каком-то праздничном для меня это новый опыт. Собственно, сам блеск выглядит вот так. Так, ну что, начинаю пробовать. Очень приятно пахнут блески у них. Я накрасилась. Мне кажется, это очень приятный такой как раз летний, весенний оттенок. Очень легкий пигмент. Для кого-то, возможно, это покажется минусом, но я наоборот люблю такие блески, потому что у меня у самой очень яркий пигмент губ. Мне приходится их постоянно тонировать. Я не люблю тинты, потому что они усиливают пигмент губ. В общем, не люблю яркие цвета. И я давно искала блески, бальзамы, чтобы они просто были очень светлыми, очень легкими. Вот этот мне даже нравится больше. Помимо того, что я хотела с вами поговорить про пустые баночки, у меня также для вас есть апдейт по моим парфюмам. Я абсолютно забыла вам показать то, что ко мне приехало, наверное, уже месяц как назад. Я заказала со своего любимого рандеву новые пробники, новые от Леванты. Тут их очень много, 6 штук. Я все их пробовала, тут безумно интересные ароматы, поэтому хочется с вами всеми поделиться, рассказать про них вообще. Короче, присаживайтесь поудобнее, сначала пообщаемся с вами про ароматы. Если вы помните, я как-то во влоге рассказала, что я очень хочу купить себе новую парфюмную весну, и я рассматриваю Вильгельм Парфюмери Диаполи. Я как-то ее послушала в магазине, мне безумно понравился этот аромат. Он для меня такой чайный, бергамотовый, немного с яблоком и дымный. В общем, все, как я люблю. И до этого я также пробовала аромат бренда Байреда, который называется Mixed Emotions. Для меня это ароматы из одной группы. Я бы не сказала, что это какие-то близнецы, но они очень похожи. Если в Диаполе там преобладает яблоко, какой-то чайный мотив, то в Байреда это тоже чай, но с мятой, со смородиной и уже такой на костре. То есть они оба дымные, оба чайные, но немножко с разными нотами. И я не могла определиться, какой же я аромат хочу из этих двух. И решила, что мне нужно заказать от Левант, что мне нужно попробовать, поносить их. Потому что покупать и тот, и тот было бы странно, так как мне они кажутся очень похожими. Соответственно, я заказала на рандеву себе аромат Байреда Mixed Emotions и также Вильгельн Парфюмери Диаколи. И самое забавное, что в итоге из шести флаконов, которые я заказала, эти два стали самыми непопулярными из всех. И я сейчас объясню вообще, как так произошло. Сначала я решила попробовать Диаполе. Я надушилась ей, будучи уверенной в том, что она мне очень нравится. Села в такси, меня жутко укачало, и я всю дорогу чувствовала этот запах дымный, фруктовый. И меня почему-то отсылало к какому-то кальянному дыму. Мне становилось плохо, представляете? Вот ты едешь долго-долго в такси, тебя начинает укачивать, и ты чувствуешь еще аромат кальяна. И это ужасная комбо. Короче, меня в тот день очень сильно вымотало этот аромат. Я просто надеялась, что он как можно быстрее выветрится, уйдет с меня. Я думала, что, возможно, это ошибочное какое-то впечатление у меня так сложилось о нем, потому что неудачно совпали обстоятельства. Но, к сожалению, нет, я также дальше пыталась его носить, и я поняла, что мне сложно это делать, и что этот аромат меня душит. И вообще, я недавно поняла, что, к сожалению, у меня абсолютно не работает так, что если мне носом нравится аромат, то я его сразу покупаю. Мне нужно попробовать его абсолютно на всех участках тела, потому что если я, например, пшикаю аромат просто вот сюда на руку, слушаю его, он мне может безумно понравиться. Как только я начинаю пшикать его на шею, куда-то в область груди, на затылок и ближе к носу, ближе к лицу, меня аромат может реально задушить, я могу от него устать, меня от него может просто начать мутить, тошнить и так далее. То есть, если мне аромат нравится на коже, это еще ничего не значит. И, к сожалению, с Mixed Emotions получилось точно так же. Короче говоря, я рада, что я заказала два от Levante, потому что я поняла для себя, что, может быть, мне и нравятся дымные ароматы, такие с ноткой костра, но я их не могу носить, мне в них плохо. Поэтому, Ранделу, спасибо большое, что есть возможность заказывать ароматы до покупки и пробовать их на себе и принимать максимально взвешенное решение, нужен мне этот аромат или нет. Напоминаю, что таких флакончиков хватает на количество пшиков около 35, их безумно удобно брать с собой в сумку, и сейчас мы поговорим о том, какие ароматы мне все-таки понравились и какие ароматы я носила с собой постоянно, пшикалась ими везде. Следующий бренд у меня Tom Ford, я заказала себе целых три аромата, безумно хотела их попробовать, и два из них сейчас вообще не достать в России, просто никак. Только один продается, и тот, который продается, он называется Tobierose New, то есть это нюдовая тубероза, голая тубероза. Я вообще недавно узнала, что тубероза — это не разновидность розы, это такие белые цветы с абсолютно своим непохожим на розу ароматом. Мне безумно понравился этот аромат, и, если честно, я бы хотела его приобрести. Он очень красивый, это для меня роза с замшей. Такой интересный аромат, не банальный. Я вообще для себя открыла, что мне, оказывается, нравится аромат розы. Мне понравился аромат розы, и я начала скупать всё с розой. Тут, кстати, тоже два таких более-менее цветочных аромата, но у Tom Ford не бывает просто цветочных ароматов, потому что это Tom Ford. Мне кажется, это идеальный аромат для дождливого лета в Петербурге. То есть я его носила больше в апреле, уже в мае у нас солнечная погода, у нас уже было 20 градусов, и как-то вот он под тёплую погоду, мне кажется, не подходит. Поэтому с удовольствием приобрету его, например, в сентябре или в октябре. Следующий аромат я нагуглила на рандеву, чтобы рассказать вам, чем он вообще пахнет, что там за ноты, потому что у меня не совсем совпадает моё видение с тем, что написано. Это воплощение фантазии автора о самой глубокой тёмной ночи. Парфюмерная композиция этого аромата необычайно богата и разнообразна. Она построена на основе нот шафрана, экзотической чёрной ноты, сладостной ванили, чёрного трюфеля, пачули, древесины, древесного мха. И гармонично завершает её роскошный шлейф, переливающийся оттенки мускуса. Я люблю всё, что связано с мхом, всё, что связано с древесностью, всё, что связано с природными такими запахами. И когда я увидела, что здесь ещё намешана как раз роза, я поняла, что это то, что мне нужно, и даже меня не смутил мандарин. Называется этот парфюм Tom Ford Noir de Noir. Noir — это чёрный, это чернее чёрного, как-то так я это себе перевожу. Вот, для меня здесь нет мандарина, здесь больше ладан с розой, есть какая-то мшистость у этого аромата. Двое людей подтвердили мою ассоциацию. У меня этот аромат ассоциируется с тем вот запахом, когда ты приезжаешь в какой-то хороший, красивый спа-отель, и идёшь на свой спа-день, спускаешься на минус первый этаж, и тебя окутывает таким ароматом, знаете, бассейна, хамама, чего-то такого восточного немного. В общем, такой аромат спа. Я не знаю, как его передать, но если бы вы послушали этот аромат, вы бы поняли, о чём речь. Я не знаю, хотела ли я бы такой аромат себе в коллекцию, но это определённо было интересно послушать, с этим познакомиться. И последний, который я заказала у Том Форда, это Уд Флёр. Я уже рассказывала вам, как мне понравился аромат Уд Вуд у Том Форда. Это аромат унисекс, аромат, который переносит тебя в какой-то лес, ты чувствуешь прохладу, ты чувствуешь какие-то древесные нотки. В общем, мне он очень понравился. И я вам сейчас зачитаю, что, собственно, добавил Том Форд в этот аромат, который называется Уд Флёр. Сандал, смола, Уд, роза и почули. В общем, мне начинают нравиться вот эти сочетания небанальные с розой. Роза Уд, роза смолы, роза бензоин. Это прям классно звучит. Этот аромат по описанию выглядит более мужественным, более землистым, чем, например, первый Туберос Нью. Но, как мне кажется, вот этот аромат Уд Флёр, он гораздо более цветочный, как ни странно, чем Туберос Нью или Нуар Де Нуар. Мне понравилось, но классический Уд Вуд мне ближе к сердцу. И он мне понравился больше. Также я слышала, что у него есть ещё Уд Вуд Интенс и какая-то ещё разновидность Уд Вуда. Я очень хочу и теперь попробовать всё. Тоже невероятно красивый аромат. Он прям сильно восточный. Он сильно более тяжёлый, чем Уд Вуд. И, наверное, именно поэтому он мне меньше понравился, потому что лично для меня он менее носибельный. Хотя, конечно, роскошный, шикарный аромат. Теперь расскажу вам про последнюю свою баночку, про последний флакончик. Я заказала в этот раз бренд Amouage. В прошлый раз, чтобы у меня не сложилось с Amouage, я выбрала очень тяжёлый аромат для знакомства. В этот раз я заказала, на самом деле, то, с чем изначально хотела, планировала познакомиться. Аромат, который называется Ashore. Я не знаю, как читается правильно, на каком языке вообще это написано. Он очень летний, я его пока не ношу, потому что под него нужна солнечная погода, 25 и более градусов. Он мне очень понравился. Здесь есть jasmine, здесь есть какие-то персики, солнечные ноты, вот эти самые. Помимо этого, розовый перец, кардамон, опять же, роза, ambras, sandal, laden, jasmine, как я уже сказала. Как вы поняли, меня тянет на розу. Вы её не почувствуете здесь. Здесь это нужно просто обонять всё вместе. Невозможно расчеленить там розы, не розы, просто всё вместе звучит очень вкусно. Я чувствую, знаете, это медовый jasmine такой, вот если по-простому. Вот такие у меня были новинки за последние пару месяцев. Удивило меня то, что я не сошлась ни с Bayreda Mixed Emotions, ни с Вильгельмом. Это прям странно, потому что я была уже готова покупать. С Томфордом просто нереальное знакомство, мне всё зашло. Надеюсь, вам понравился рассказ про мои недавние духи. И напоминаю, что у меня для вас есть постоянный промокод 10колосово, который даст вам скидку 10% на сайте Рандеву на покупку от 2500 рублей. Пользуйтесь с удовольствием. И потом обязательно пишите мне, что из этого вы заказали, что попробовали, что вам понравилось. Буду ждать ваши отзывы в комментариях на Рандеву оригинальная парфюмерия и косметика. И будем двигаться с вами дальше к моему большому пакету с пустыми банками. Первое, что у меня закончилось, это крем для тела Элемис с ароматом морская лаванда и фенхель. Я, если честно, ожидала большего от аромата, ожидала больше лаванды, потому что мне очень нравится в последнее время этот аромат ровно так же, как и роза. Но этот аромат очень спокойный, пахнет чем-то таким лёгким морским. В общем, это классическая, такая классическая, дорогая, хорошая отдушка. Здесь нет никакой лаванды. Для меня это аромат зимний. Я бы, наверное, не хотела так благоухать летом, но как раз я и пользовалась этим в холодное время года. И для меня Элемис — это крема для тела, который идеально подходит именно на зиму, когда нужно хорошее увлажнение. Они достаточно долго размазываются по телу, но когда впитываются, кожа становится просто бархатной, очень мягкой. И я обязательно это повторю уже в холодное время года. Ну а пока с Элемисом у меня будет перерыв. И следующий крем для тела, который у меня был ровно сразу после Элемиса, это бренд Кодали. Я впервые пробовала его крем для тела, даже я бы сказала, что это лосьон. Он был с гиалуроновой кислотой. Аромат у него был просто потрясающий. Что-то просто невероятно вкусное было внутри этого лосьона для тела. Не ставило на него никакие ставки, но оказалось, что это просто потрясный продукт. Он был очень легким, как эмульсия, но при этом невероятно круто увлажнял. Я его обязательно куплю на лето, вот прям на жаркое лето. Мне безумно понравилась текстура. Это просто как эмульсия, как сыворотка для лица. Безумно круто впитывается, очень хорошо увлажняет, очень быстро впитывается, не оставляет никаких липких следов. Просто любовь, очень крутой продукт, реально вам советую попробовать. Я 100% куплю на жару еще одну упаковку. Мне он также понравился, как Элемис. Элемис реально вот долго его надо размазывать, он оставляет вот эти белые разводы, но как только ты размазывал, он моментально впитывается, не оставляет тоже никакой липкости, кожа сразу бархатная. Следующее, что у меня здесь лежит, это гель для душа, точнее масло для душа бренда Alixitam. Я его закончила давно, он у меня был на зиму. На зиму просто шикарный продукт, очень классно увлажняет. Но вы знаете, наверное, я уже переросла. Вот это масло для тела, оно мне очень нравилось. А, когда училась в универе, когда я училась в школе, я не знаю, для меня это был просто супер-пупер-люкс. Но сейчас я понимаю, что отдушка для меня уже такая химическая, мне не очень нравится уже этот аромат, и, наверное, я переболела просто этим маслом для душа. И сейчас мне нравятся другие продукты, пенки, какие-то крема для душа. Классный, вообще не буду спорить продукт, но, наверное, уже не буду его повторять. Уже, наверное, им переболела и наигралась. Вот, двигаемся дальше. У меня здесь также крем для тела Alixitam из той же марки, миндальное молочко для тела. Тут, кстати, написано мерцающее. Не уверена насчёт мерцающего, если честно. Я не почувствовала такой эффект. Извините, тут немножко летает уже пыль из этого пакета. Наверное, я бы не повторяла этот крем для тела, потому что он был очень жиденький и достаточно, в принципе, быстро впитывался, но не сравнится ни с Кудолини, ни с Элемисом по эффекту и по приятности от нанесения. Дальше мы покупали вот такую зубную пасту. Это корейская зубная паста, которая идёт в таком смешном флаконе. Это суперудобно. Она много где продаётся. Очень удобный флакон, очень удобный формат. Вот этот вкус — это мята классическая, сладкая. И также мы брали ещё оранжевый флакон. Это был апельсин. Достойная паста, хорошая, очень удобный формат. Не нужно париться по поводу покупки новой. В общем, если хотите попробовать, то берите, не ошибётесь. Очень прикольный продукт. Следующая сразу по зубной пасте — это Marvis. Мы впервые пробовали этот бренд. Это оказалось, кстати, что это итальянский бренд. Я почему-то думала, что это американский бренд. Они славятся тем, что у них разные вкусы паст. Это мята и жасмин. Хорошая паста. Наверное, ничего сверхъестественного. Просто красивая эстетичная упаковка, радует глаз. Интересные вкусы. Сейчас мы пользуемся пастой такой же, которая называется Black Forest. У неё аромат вишни и шоколада. Вот. Ну, в общем, прикольная. Мне понравилось. Но ничего такого сверхъестественного. Следующая из пакета достаю — это крем для тела. Это масло. Это жидкое мыло для рук. Я уже читаю, потому что запуталась три раза. Наш российский бренд. Такой, в принципе, дорогой. Вот это мыло для рук вообще не понравилось. Оно супер простое. Хотя оно стоило, как будто оно должно оставлять какой-то запах или иметь какую-то крутую отдушку. Но не было ни того, ни другого. Отдушка была, как у бренда Batavikos. Самая простая. В общем, не особо мне зашёл. Этот продукт абсолютно обычный. Следующий — это у меня дезодорант. Это бренд LV. По-моему, он финский или что-то такое из Прибалтики. Эстонский, может быть. Я, честно говоря, не помню. Хороший роллер, но у него есть беда. Он оставляет белые разводы. Это прям бесило, поэтому, наверное, повторять не буду. А так справлялся со своей задачей хорошо. Мы с вами так быстренько бежим по продуктам, чтобы я вас не уболтала. И чтобы сильно не мусолить эту тему и не растягивать на 40 минут. Надеюсь, вас устраивает такой формат. Дальше у меня гель для душа, который не совсем пустая баночка. Я его не хочу заканчивать, потому что он мне не понравился. Это бренд OK Beauty. Мне у них очень нравится крема для тела. Они такие в форме суфле. Я уже рассказывала про них в пустых баночках. Также неплохие скрабы, но вот гель для душа мне не понравился. Он очень overpriced за свои характеристики. Баночка прям простая. То есть, если вы его встретите за 400-500 рублей, это окей. Но он вообще везде стоит типа 800. И мне кажется, это какая-то нереальная цена для такого геля для душа. У него очень лёгкая отдушка. Он не супер прям классно пенится. Короче, он прям самый обычный. Осталось совсем немного. Я вам расскажу про крем Darling, которым я пользовалась, наверное, зимой. Очень большие надежды возлагала на этот крем, как и в целом на этот бренд. Но это вообще ужасный крем. На самом деле, прям вот ужасный. Youth Boost Antioxidant Cream. Наверное, хуже крема не было в принципе. У него консистенция как у крема для тела. У плотного баттера. Вот представьте, если бы вы мазали такой баттер плотный на лицо. То есть, сначала ощущение, что у тебя должно быть супер увлажнённое лицо. Потому что крем густой, крем плотный, крем жирный. Но по факту с утра ты просыпаешься супер сухой кожей. Я не знаю, как это случалось. Но каждый раз, во-первых, дискомфорт от нанесения. Потому что ты этот баттер растягиваешь прямо на лицо. Тебе сложно его втереть, чтобы он впитался. Это как-то всё очень сложно. Плюс у крема была какая-то неприятная отдушка реально, как у крема для тела. И эффект мне не понравился. В общем, понравилась только баночка. Короче, не советую вам брать такой крем. Мне абсолютно не зашёл. Но, возможно, это просто... У меня такая кожа. Возможно, кому-то из вас он понравился. Если вы таким пользовались, напишите в комментарии. Я с удовольствием прочитаю ваш опыт использования этого крема. Но для меня это абсолютно мимо. Также у меня здесь скраб для тела. Который очень прям достоин вашего внимания. Это бренд Natura Siberica. Во-первых, посмотрите на эту крутую банку. Я хотела вам про этот скраб рассказать ещё зимой. Но ждала, пока накопятся пустые банки. Очень крутая банка. Можно дарить. В общем, он был с клюквой. Мне очень понравился аромат. Вот если вы брали Ok Beauty скраб с вишней, это, в принципе, то же самое, только с клюквой. Там точно так же были ягодки. Я его даже вымыла. Там были ягодки. Единственное, скраб сам красный. И после вас ванная остаётся просто как будто в ней кого-то убили. Реально. Вся ванная красная. Её нужно потом мыть. Выглядит не очень красиво. Но сам скраб очень ароматный. Его огромное тут количество. Он прям супер-пупер. Нет после него жирной плёнки. Мне он очень зашёл. Следующий продукт — это бренд Аравия. Наш российский. Расскажу вам про вот такой вот тоник для лица. Детоксицирующий. Честно говоря, я не поняла его совсем. Кроме того, что мне совсем не понравилась упаковка. Она какая-то прям разваливалась. Тут всё прокручивалось. В общем, не совсем приятный опыт использования. Вот. Короче, мне не понравилась сама баночка. Эффект я не поняла. Поэтому даже и говорить, в принципе, нечего про этот тоник. И дальше просто расскажу про две свечи. Я вообще в пустых баночках начала рассказывать про свечи. Потому что мне кажется, что свечи тоже могут быть и плохими, и хорошими. Я брала свечу бренда Candle Me с ароматом ваниль и табак. Это прям тот самый знаковый аромат Том Форда. Очень похож. Очень классная свеча. Мне понравилось всё. Мне понравился дизайн. Мне понравилось тёмное стекло. Классно горит. Очень классно отдаёт аромат. В общем, всё отлично. Очень приятно ароматизирует комнату. Распространяется аромат хорошо. И то же самое могу сказать про бренд Banco Home. Я их брала зимой, эти свечи. Мне очень понравились и отдушки, и как горит. Но, конечно, по дизайну это слишком простовато, на мой взгляд. Мне нравятся больше вот такие свечи. Короче говоря, лайк и Banco Home, и Candle Me. Мне прям всё зашло. Вот такой вот у нас был экспромт и быстрый обзор моих пустых баночек. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Я не очень быстро тараторила, но мне хотелось прям быстро вам всё рассказать. Потому что обычно пустые баночки затягиваются на час. И это, я понимаю, наверное, тяжело смотреть. Но, конечно, поделиться отзывом, опытом использования хочется, чтобы вы не покупали лишнее, чтобы вы не покупали ненужные вам продукты. Пользовались только всем самым классно. Также я вчера забрала посылку от бренда Pussy. Они мне прислали свою такую пиар-рассылку с продукцией. Я давно хотела попробовать эти гели бровей. В общем, распаковочку я сейчас выложу в запрещенную сеть и также в телеграм-канал. Поэтому, если вы хотите посмотреть, что мне прислали бренд Pussy, то обязательно подписывайтесь на мои остальные социальные сети. Их вы найдёте в описании. Я буду вас там очень ждать. Небольшое дополнение после уже съёмки этого видео. Я проанализировала всё то, что мне подарили. И поняла, что хочу разыграть для вас небольшой подарок. И, в общем, расскажу, что будет в него входить и что нужно будет сделать для того, чтобы его получить. Первое — это будет продукт бренда Pussy. Это вот такая сыворотка с гиалуроновой кислотой. Если быть точным, то это гиалуроновая эмульсия. Она оказывает тройной увлажняющий эффект, работает для всех типов кожи, обеспечивает быстрое увлажнение и защищает от потери влаги, сохраняя устойчивый эффект более 48 часов. Вы можете почитать про этот продукт больше на их сайте. Я поняла, что я им сейчас не смогу пользоваться, так как я до сих пор прохожу лечение от акне и от постакне. И мне хотелось вас порадовать этим продуктом, чтобы он просто у меня не лежал, не пылился. Так бы с удовольствием попробовала его сама. Он вот запечатанный, абсолютно новый. Также я вам подарю тушь Шик, про которую мы с вами немного болтали ранее, потому что у меня она уже есть, и она очень крутая. Также она запакованная, чёрного цвета. Третье, что будет в подарке, также от бренда Пуси, называется продукт Magic Water. Это спрей для лица с автозагаром. Это очень прикольно. Я бы с удовольствием сама попробовала, но опять же, я сейчас хожу в солярий. Сейчас стараюсь не наносить какие-то дополнительные такие продукты на лицо, чтобы не спровоцировать ничего. Поэтому, опять же, решила порадовать кого-то из вас. В подарочке будет два средства от Пуси, одно средство от бренда Шик. И также я, наверное, доложу что-нибудь ещё от себя, например, шоколадку, открытку. Я пока ещё не решила, но что-нибудь будет обязательно очень милое, красивое, скорее всего, очень петербургское. В общем, всё, что вам нужно сделать, чтобы получить этот подарочек от меня, это быть подписанным на этот YouTube-канал, поставить лайк этому видео. Вообще, в идеале поставить лайки и предыдущим видео, которые выходили. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как прошли ваши майские праздники. Можно совсем небольшой комментарий. В общем, всё на ваше усмотрение. Итоги я подведу в Telegram-канале у себя, поэтому обязательно будьте подписанными. Все итоги розыгрыша я подвожу там, поэтому следите. Вот, всегда там всё рассказываю, кто выиграл и так далее. И прошу победителей связаться со мной тоже именно в Telegram-канале. Все ссылки на социальные сети вы найдёте в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду ждать ваших комментариев. Надеюсь, вы будете участвовать в этом небольшом розыгрыше. Желаю вам всем прекрасного настроения. И увидимся с вами совсем скоро уже в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok